Мало того, что она не дешевая, она еще и небезопасная. И это ни хрена не похоже на конец эпохи бедности. Новость плохая. У каждой елки есть своя фишка, и это какой-то капец. Привет, это я Андрей Богданович, это Мой Погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое личное мнение, и делаю это я, даже находясь в творческом отпуске. Сегодня о том, кто из кировоградских народных депутатов поддержал плагиатора Шкарлета. Главой Кропивницкого района стал статский советник Ларина, а в Подольском районе пытались выбрать главу района, так сказать, пять раз. Ну и в конце посмотрим, чья же елка лучше, Кропивницкая или Александрийская. Местные выборы закончились, но делить руководящие должности в городе, например, Кропивницком, не перестали. На прошлой неделе, например, главой Кропивницкого района Совета стал Андрей Лебенко. Чем интересен Андрей? Тем, что в прошлом он был участником реалики шоу «Статский советник» и руководителем горячей линии Сергея Ларина. Но при назначении Андрея Лебенко не было столько страсти, сколько мы увидели в борьбе за кресло главы Подольского района. Это, между прочим, бывший Ленинский район, когда еще Кропивницкий, был Кировоградом. Так вот, выбрали главу райсовета с пятого раза. Изкузи. Не добрав большого количества голосов на местных выборах, местная же партия, ридный министр, я так понимаю, решила восполнить это количеством своих, так сказать, на руководящих постах Советов рангов поменьше. 11 декабря в Подольском райсовете голосовали за Геннадия Осетрова из ридного министа и Артема Посталатия из нашего края. Это такая партия осколок партии регионов. Оба не набрали необходимого количества голосов и 15 декабря переголосовали. И снова в никуда. Мало того, и в третий раз переголосовали. Тоже мимо. Потом депутаты, я так понимаю, решили, может быть, это карма такая у Осетровой Посталатия, поэтому решили выставить в кандидаты новых претендентов. Ридный министр тут как тут. Они выставили Ирину Майстрову, а в соперники к ней пошел Владимир Стыцюк из «Слуги народа». И что вы думаете? Это вам не сказка о золотой рыбке. И снова Нева, так сказать, пришел с тиной морской. То есть, опять все безрезультатно. Вернее, результат-то был, но он выглядел так. 19-17 в пользу Майстровой. Хотя надо было 20 голосов за. Депутаты ушли на перерыв. И после перерыва чудо таки свершилось. Но чудо не для Майстровой и не для Ридного Миста, а для Стыцюка. За него проголосовало 26 человек. Я, конечно, удивляюсь, потому что есть же прекрасный пример Кировоградского областного совета. Какие там пять голосований? Можно было бы сразу только открыли, устроили минирование, например. Подумали хорошенечко, договорились с кем надо. И Стыцюк стал бы главой подольского райсовета сразу. Ну или Настетюк. А что, так можно было, что ли? Действительно, политическое минирование. Это же для Кировоградщины уже политтехнология обкатанная. А так дарили еще надежду ребятам из партии Шамартина. Избирательный треш не только в Кропивницком продолжается, в Долинской вообще патовая ситуация. Там спорят по поводу решений представителей местной громады. Услуг народа и их соратников в совете громады 13 мест. Но фишка в том, что у их соперников тоже 13 мест. Я готов был в святого духа поверить. В местном совете, понятное дело, итога 26 депутатов. И вот первая попытка собраться у депутатов не вышла. Те, кто против Звездовского, это новый местный глава громады и его части совета, участвуют здесь и не согласны. Они аргументируют, что их противники принимают решения незаконно. Ну потому что не хватает для решения какого-то вопроса 13 голосов. Надо больше. Большинство. А Звездовский и его соратники обвиняют своих оппонентов в том, что, мол, те саботируют заседание совета громады. В общем, обе стороны в позе. И я даже не представляю, к чему это приведет, потому что это, ну, действительно пат. Это же так похоже на поговорку «Паны Чублицы», а у избирателей лбы трещат. Потому что пока там не могут решить, кто из этих 13 лучше, дела Долинской так и остаются нерешенными. Патч «Электронная газета» на этой неделе четко подметила, что кировоградские народные депутаты, как оказывается, все как один проголосовали за нового министра образования Сергея Шкарлета. И Дануца, и Мудрий, и Кузбит, и Воронько, и Тарахтий, и Тарасов, и Довгий. Все за. А я напомню, чем прославился Шкарлет. Он прославился плагиатом. Да ладно? Да, вы все прекрасно поняли. Министр образования прославился плагиатом. То есть, если у нас министр образования списывает, то что говорить о студентах? Причем прославился он плагиатом в своих научных статьях. И вот анализ одной из статей показал, что он сплагиатил 7 страниц из 8. Не, ну а что, если у нас время дилетантов, так уж крепких дилетантов. Янукович, он шапки воровал. Что плохого в этом? А тут хоть статьи, хоть намек на науку. Когда смотришь на новости из Кропивницкого, так и хочется сказать, что у нас для вас две новости. Она хорошая, она плохая. В хорошие я запишу новые автобусы в областном центре, в частности на Большую Балку. Там появился маршрут 119. Такого не было, когда я жил в городе. И я настолько искренне ненавижу маршрутки, что очень радуюсь появлению каждого большого автобуса. Хоть одного, хоть двух. И особенно радуюсь конкурентам маршруток в период пандемии. Так вот, появление автобусов – это правильная тактика, европейская. А теперь новость плохая. Это даже, я вам скажу, 38-я плохая новость, потому что 38-й раз ремонт на улице Черновола. Сколько? В Кропининском там находятся тепловые коммуникации, они рвутся с периодичностью, ну, наверное, в недели. И роют асфальт там так же часто. Это и смех, и грех. Стан тепловых труб на улице Черновола. Кировоградский специнспектор Андрей Максют у себя на фейсбуке показал, в каком же состоянии теплотрасса на Черновола. Ну, и показал еще трубу, с которой в Кропининском, по словам Максюта, кропиничане пьют воду. И это какой-то капец. Это водопровод на трубах. Низкий водопровод. С такого пьем в воду. Если это правда, то, пожалуйста, не пейте никогда, пожалуйста, воду из крана в городе Кропининском. Мало того, что она не дешевая, она еще и небезопасная. И в десятый раз просьба к депутатам горсовета займитесь, пожалуйста, трубами. Шахтеры урановых шахт под Кропивницком в Кировоградской области до Киева дошли практически. Ну, как, они, вернее, не дали это сделать другим. Они перекрыли трассы на Киев, Николаев и Кривой Рог. Почему перекрыли? Потому что задолженность образовалась. 143 миллиона гривен. Задолженность имеется в виду, что им не выплатили заработную плату. Ну, и шахтеры мало того, что перекрыли эти трассы, они еще и перевели свое предприятие в режим простоя. И это сработало. Несмотря на то, что правительство официально практически подтверждает, что денег нет в бюджете, но тут в данном случае нашли. Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал, что уже в понедельник будут деньги. И, мол, уже за октябрь-ноябрь деньги нашли. Это, блин, хреновая тенденция, потому что это как привет из 90-х. Для того, чтобы получить, получается, свою заработную плату, нужно хорошенечко постучать каской по асфальту. Это в лучшем случае по асфальту. И это ни хрена не похоже на конец эпохи бедности. Ну и Новый год о хорошем. В Кропивницком и в Александрии открыли официально новогодние елки. И они довольно крутые. Если бы не карантин, вообще был бы праздник. У каждой елки есть своя фишка. В Кропивницком, например, это гирлянда. Она в этот раз не просто так, а практически на всю площадь. В Александрии тоже неплохо. Она яркая, прикольная. И чем-то напоминает, кстати, елку в той же Александрии в 2017 году. Почему я это знаю? Потому что активист Александр Кияшко у себя на Фейсбуке решил сравнить елки за 4 года в Александрии. Так что и вам советую зайти на профиль Александра Кияшко и выбрать лучшую елку за 4 года в Александрии. И вот чем обычно новогодняя елка хороша? На самом деле подарками. И в Александрии, по-моему, это получилось. Потому что для футбольных болельщиков точно подарок, что в 2021 году в Александрии, я так понимаю, на стадионе Ника, проведет свой матч никто иной, как сборная Украины по футболу. Это стало ясно после того, как в Александрию приезжал руководитель Украинской ассоциации футбола, это Андрей Павелко, и пообещал Сергею Кузьменко, что именно сборная приедет играть в Александрию. Да, пока молодежная сборная Украины, но это тоже круто. На этом все. Лайкайте, комментируйте, берегите себя, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Ну и помните, что все изменится на краще. Во всяком случае и особенно для кировоградских болельщиков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok